А вы знали, что известная фраза «нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой» принадлежит известной модели Кейт Мосс? И произнесла она ее уже после своей беременности. Почему эта фраза стала олицетворением целой модной эпохи и запомнилась всем, как период героинового шика, вы узнаете сегодня на канале «Психологини в моде». Здесь вы увидите психологический комментарий на самые разные модные явления и феномены. Присоединяйтесь, ставьте лайки, подписки и поехали! Всем привет, с вами Лена и Катя, и мы начинаем сегодняшний выпуск, конечно же, с обещанного модного оракула. Напомним, модный оракул — это наша фишка. Следующий выпуск будет так или иначе связан с вытянутой картой. Ручка. Итак, сегодня модный оракул сказал нам, что мы будем говорить о Карле Лагерфельде. Это просто икона, икон мира моды. Мне кажется, если бы не он, то не было бы ничего, что мы знаем сейчас о моде. Ну что ж, мы встретимся с Карлом в следующем выпуске. А пока тема нашего выпуска — это героиновый шик. Герейновый шик. Что это за явление? Я так понимаю, ты очень глубоко погружалась в цикличность моды, цикличность в истории. Можешь рассказать немножечко по поводу дни? Мода является такой последовательностью, цикличностью различных антитезисов. Герейновый шик — это и есть антитезис к какой-то яркой жизни или к полноте, или к чему-то вот. В 80-е годы это вот была мода на гламур, особенно вот эти фитнес-девушки в нейлоне, в обтягивающем. К 90-м годам, я так понимаю, там уже нагрянул кризис экономический в том числе, пришел на смену грязный реализм как таковой. Да, это правда, ты очень классно упомянула про кризисы. Наверное, худобав чаще всего, причем во всей истории практически, связан с какими-то кризисами экономическими, политическими. В принципе, кризис в обществе. И в 90-х действительно именно так и произошло. Но стоит отметить, что в 90-х это была такая не первая мода и не первая реакция моды на какой-то кризис. Они были и до этого. Была такая пора чахоточного шика, когда в мире был очень распространенна эпидемия туберкулеза. Все болели, и болезненная худоба считалась прекрасной. Это красила девушку, женщину, особенно из высших сословий, она становилась такой хрупкой, ранимой. Это добавляло ей как будто бы женственности. Это все очень романтизировалось в культуре, в социуме. Иногда женщины даже старались заболеть туберкулезом специально, чтобы быть красивыми, худыми и соответствовать, собственно, тренду, так сказать, на эту моду. Я еще так понимаю, что где-то к 90-м годам наркотики стали больше иметь распространение и в мире, и, собственно, они стали более доступными. Да, это очень сильно повлияло. Как раз распространение наркотиков, тот факт, что они стали более доступными, ну, не в легальном, конечно же, смысле, а просто в том, что рынок расширился, это и стало такой причиной, одним из поводов дополнения к кризису, чтобы создать вот этот вот флёр андеграундного какого-то движения. Это и фильмы такие, как «На игле», например, которые очень популяризовали всю эту тематику и показали. Криминальное чтиво. Потом в конце 90-х уже «Бойцовский клуб», конечно, туда и вписался герой на высших моделей, моды и движение такого гранжевого на модной арене, которое вообще сменило все, что было раньше популярно до этого, всех этих взрослых, статных моделей, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, пышных грудых условно, да, для мира моды. Я помню вот эту мода на спортивное здоровое тело, вот Синди Кроуфорд, это высокая такая амазонка, там даже мода на кубики как таковая была, и что там все занимались фитнесом, я помню Джейн Фонда, но она, конечно, раньше, но все равно вот это движение фитнеса и здорового тела, гламурный, красивый такой, может быть, вылизанный жизнь, действительно возник какой-то протест, бунт, да, грязный реализм, как молодежь проводила время, где-то по квартирам, пьянки, гулянки, ну, опять-таки, вещества, создался вот такой какой-то гранжевый флёр, и музыка тоже самая. Да, группа Нирвана, Корт Лав, всё сошлось в таком единении, скажем так. И как раз на фоне этого появилась в начале нулевых Кейт Мосс, точнее, в начале 90-х появилась Кейт Мосс, её открыли в модном агентстве Лондона, но когда она переехала в Нью-Йорк, её встретил Келлин Клайн и сказал, что всё, вот он, свежий глоток, да, свежее дыхание, и для, во-первых, для бренда, и для модной индустрии. И на протяжении шести лет у Кейт Мосс был неразрывный контракт с Келлином Клайном, она не имела права рекламировать никакие другие бренды, но, тем не менее, за эти шесть лет она успела поучаствовать в сотнях модных показов, рекламных компаний и журналов, появилась на куче обложек, и тем самым популяризировала вот эту тему героинового шика. Ещё до Кейт Мосс, я так понимаю, уже начали появляться такие фотографы, которые фотографировали вот в этом стиле грязного реализма. Корин Дэй, Дэвид Сорренти, рекламная компания Марка Джейкобса. Сложилась такая площадка, сложились многочисленные факторы, и мне кажется, вот Кейт Мосс, она была именно искрой, которая зажгла и распространила вот этот стиль героинового шика везде. Даже её многочисленные скандалы, сколько её уличали в употреблении, наркотиков, всё равно... Ну да, конечно, некоторые дизайнеры прекращали с ней работать, но они возобновляли потом сотрудничество вновь. Она всё равно была популярна, и она была таким каким-то модным панком, то есть её использовали кто как хотел, то она выходила на показ с сигаретой, то она ела с голой грудью мороженое. Высокая мода — это всегда были худые, а вот в эту эру героинового шика, да, вот в эту анорексичную моду, это были просто измождённые модели. То есть та же самая Жизель Бунхен, она говорила о том, что в те времена она утром завтракала кофе с сигаретой, а вечером у неё была бутылка вина. Ну и понятно, что у неё всё здоровье полетело. И так питались многие модели. Кто-то просто одно яблоко ел в день, один йогурт. Вот были показы, на которых падали модели в обморок, да. И это вот отсылает нас чуть-чуть обратно к чахоточному шику, что худоба, такая экстремальная худоба, каждый раз, когда входила в моду, она непосредственно была связана с какой-то болезнью, то есть это было нездоровое тело. Либо женщины ради этого употребляли какие-то вещества. Были такие прецеденты в истории моды, когда женщины глотали личинки ленточных червей, специально подселяли к себе в организм глистов. То есть что только не делали, чтобы достичь экстремальной худобы. Анорексия, да, являлась скорее последствием нездоровых действий, но тем не менее это стало массовой болезнью. Наркотики, они лишь помогали в том, чтобы модель просто не ела. Плюс ещё Эра Прозака, это антидепрессант, он в том числе, у него есть такая побочка, которая подавляет аппетит. Хотела ещё рассказать, есть очень крутой фильм «Джио». Он как раз рассказывает о модели Джио Каранже. Она практически, вот как только пришла в модельный бизнес, она сразу же появилась на обложке ВОК. Вот она как раз была такой олицетворяющей девушкой того времени героинового шика. К сожалению, она умерла от спида, 26 лет. Да, очень рано. Почему героиновый шик сейчас всё чаще звучит на каких-то просторах интернета? Почему он сейчас вроде бы как входит в моду? И дальше мы с вами с этим разберёмся. Почему? Да. Почему сейчас героиновый шик возвращается в моду? Мне понравилась статья New York Times. Сейчас на 24% уменьшилось количество моделей размера плюс на неделе моды в 2023 году. Всего лишь 68 брендов показали хотя бы одну модель размера плюс или нормального размера. По сравнению с предыдущим годом там показали 90 брендов. Да, очень такая разительная, казалось бы, смена бодипозитива и плюс сайза на героиновый шик. Но на самом деле всё это произошло не так резко. А началось это всё ещё где-то году в 2020, когда началась пандемия. Тоже был масштабный кризис, конечно, в мире, который всё ещё продолжается. Кстати, опять врывается вот эта болезненность. Да, болезненность, эпидемия, пандемия, всё, здравствуйте, мода на худобу. Тогда бренды тоже очень активно начали внедрять, во-первых, определённые луки, да, определённые образы, которые наиболее выгодно, наиболее классно смотрятся именно на очень худых людях, девочках, мальчиках, на очень худых. То есть вот эти топы, оголённые животы у Blue Marine, например. Да, у Prada и у Miu Miu, которые выпустили свою, ну прям, можно даже сказать, культовую, наверное, культовый показ в 2021 году с обрезными шортами, юбками, с экстра короткими свитерами, рубашками, всё было обрезано. И это уже был такой толчок, да. Тогда все пришли в шок, что неужели возвращается мода на нулевые, где всё было супернизкая посадка, пайетки, блёстки и всё остальное. Но вот эта вот мода на нулевые, она плавно так перетекла в моду на 90-е и, собственно, на некий флёр героинового шика. Показ Копернии? Да, Копернии, где была Белла Ходид. Где на неё распыляли вот это суперволокно, да, которое моментально становилось такой тканью. Распыляли это всё на голое тело. Белла Ходид стояла только в трусиках. Все увидели, какая она худая. Кажется, Белла Ходид становится новой иконой именно героинового шика современного, если особенно посмотреть на её фотографии вне подиума, да, на её выходы просто в обычной жизни. А там видно и стиль, которого она придерживается, и её экстремальная худоба. Она очень сильно похудела за последние пару лет, что тоже является такой популяризацией более худого тела. Кстати, к ней присоединяются даже Кардашьян, которые раньше популяризировали буквально, да, свои пышные формы, а теперь они откачали все свои пышные формы и стремятся к более худой фигуре. Это всё тоже у Кимы-то началось с выхода на Мэтт Галла в легендарном платье Мерлин Монро, когда она экстремально быстро похудела. Да, и порвала всё равно это платье, от чего произошёл тоже скандал. Мне кажется, это очень крутой критерий возвращения худобы, что даже Кардашьяны похудели. Также, мне кажется, есть определённый существенный фактор, так как спрос рождает предложение, у нас сейчас на рынке фармы появились новые препараты для похудения. Тот же самый, например, Аземпик. Ай-фактор косметологии, потому как сейчас, ну не только сейчас, она уже давно, эта процедура популярна, но сейчас она набирает обороты, это ботокс-желудка. О боже! Когда вам вводят молекулы ботулотоксина именно в желудок, чтобы меньше переваривать, медленнее переваривать, и, собственно, вы меньше, точнее, реже хотите есть. Но это тоже очень нездоровая тема, никому не советуем. Ещё вот один мощный фактор, это опять-таки возвращение вот этого грязного реализма, я очень чётко его вижу в кинопроизводстве. Например, те же самые «Паразиты», «Игра кальмара», «Эйфория». Он произвёл вообще фурор и на косметическую вообще индустрию, то есть... На фэшн индустрию. На фэшн индустрию, эти макияжи, но также и на восприятие тела. В «Эйфории» очень худые девушки, главная героиня, но, естественно, там она употребляет вещества. И, вероятно, вот все опять-таки эти факторы сложились в том, что у нас возвращается вот эта мода на худобу. Будем откровенны, в моделинге всегда были худые модели. Бодипозитив, да, он привнёс свою лепту, но бренды, особенно люксовые какие-то, в большинстве своём на их показах худые модели. Да, они включали нескольких каких-то бодипозитивных, да, кёрвы вот этих моделс. В основной массе это худые модели. Я бы сказала так, что многие бренды, они уличаются в так называемом токинизме. Токинизм — это когда ты якобы соответствуешь каким-то... Трендам тенденций. Трендам тенденций, то есть ты соблюдаешь якобы правила социального, гендерного какого-то равенства. Но по факту сама размерная сетка этих брендов, она не позволяет простому человеку размера 54 купить их продукт. Да, это в том числе, в принципе, связано и с производственными мощностями. Неудобно брендам создавать размерные линейки на большие какие-то размеры. Лекала на маленький размер S, XS, XXS создать очень легко и масштабировать их тоже достаточно легко. Но когда дело идёт о размерах M, ну, всё ещё M и даже выше, уже становится сложнее, ведь необходимо учитывать какие-то особенности фигуры, да, перепады размеров между талией и бёдрами, или грудью и талией, какие-то особенности формы ног, рук и так далее. Это всё очень невыгодно пересчитывать, создавать новые лекала на каждую, там, кофточку, юбочку и так далее. И размеры, ну, просто увеличиваются по принципу маленьких, то есть просто увеличивая параметры пропорционально, из-за этого одежда садится плохо, её мало покупают, и бренды просто отказываются от размеров выше L. Одежда плюс сайз, она сильно дороже, потому что и ткани больше, но и, собственно, затрат. Это больше ресурсов нужно вкладывать в производство этой одежды. И понятно, что брендам это невыгодно. Если взглянуть на показы таких мастодонтов, как Гуччи, Прада, Баленсиага, Фэнди, они не уходят от худобы, да, последние показы Гуччи, даже при Александре Микелли, когда это был показ с близнецами, когда это был показ на голливудской аллее звёзд, это всё очень худые, да, даже пара близнецов, буквально близкие к анорексии девочки и мальчики. Прада, в принципе, не выбирает себе больших моделей практически, если посмотреть все их последние, да и не только последние показы. Мне понравилось, как ты показала вот показ Прада, где на самом сайте бренда показывалась одна и та же коллекция в Милане и в Шанхае. Фотографии сделаны так, что они, по сути, вот практически друг от друга не отличаются, и их объединяет один главный фактор. Все модели супер худые. Очень худые буквально, ну, мне кажется, экстремально худые. Окей, мы поговорили про стиль героина Лошека. А как он вообще влияет на обычных людей? Обывателей, которые покупают обычную одежду в обычных магазинах. Расскажем поподробнее в следующем. Блоки. Почему мы, собственно, говорим об этом сейчас? Понятно, что не каждый модный тренд или тенденция переходит с подиума в обычную жизнь. Но есть определенные правила, по которым следует, что масса мидл-маркет копирует модели у люксовых брендов. И вам не вдомек, что в 2002 году Оскар де Лоренто создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, и в Сен-Лоран коллекцию небесно-голубых френчей. Здесь нужен жакет. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды. А потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако, ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате. Из горы тряпок. Следовательно, вещи, которые олицетворяют, скажем так, героиновый шик, могут попасть в массовое потребление. Что это означает? Что девочки размера M, L, XL и больше будут приходить в магазины и видеть там узкие джинсики, низкую посадку, облегающие маечки. И понимать, что им просто банально нечего сейчас здесь купить, нечего надеть. Поэтому будет возникать такой внутренний диссонанс, очередное падение самооценки. И, следовательно, попытки похудеть для того, чтобы соответствовать вот этому вот модному потоку. Напоследствия героинового шика 90-х годов как раз-таки была мода на анорексию. И в России она была очень распространена. Она, конечно, пришла позже, но вот эти паблики, типичная анорексичка, возникновение про-ано движения, то есть это пропаганда анорексии, в моду вошла худоба. В те времена возникали вот эти про-ано-сообщества. Там, по сути, был культ худобы, где вес — это зло, от которого нужно избавиться. Ты из толстой личинки должна переродиться в какую-то бабочку легкую, одухотворенную. В таких сообществах даже возникала своя собственная религия. Были богини Ана и Мия, то есть богиня анорексии и булимии. И даже были отличительные атрибуты девушек, которые болели анорексией. Они носили браслеты красного цвета, булимии синего цвета, а те, которые имели и то, и другое — фиолетового. И там пелись буквально оды, сочинялись стихи вот этим каким-то богиням. Это, конечно, очень невротизировало общество, и особенно молодых девушек, подростков. Нельзя гарантировать, конечно, что это сейчас устоявшийся будет тренд, но так или иначе определенные тенденции и факторы мы видим того, что эта мода все равно, она как бы сейчас есть. Недавно запретили в ТикТоке хэштег, называется ThinSpo. То есть это Thin и Inspiration — вдохновление худобой, где девушки публиковали посты об экстремальной худобе, о том, как похудеть, свои какие-то результаты публиковали, и это очень, конечно, негативно влияет на самооценку человека. Когда ты окружаешь себя вот этим информационным облаком, ну то есть у нас сейчас очень развиты социальные сети, все мы в них сидим, и когда ты постоянно видишь вот эти посты, фотографии худых людей, худых моделей, ты так или иначе начинаешь примерять эти какие-то образы на себя, и ты понимаешь, что ты не совсем соответствуешь этому образу. Все мы очень стали зависимы от социальных сетей, а социальные сети имеют огромное влияние на нашу самооценку. Как и проводилось исследование, девушкам показывали фотографии худых людей, там была экспериментальная контрольная группа, экспериментальная — это больные анорексии и булимии, и контрольная. В этом исследовании выяснилось, что чем ниже у человека самооценка, тем острее у него реакция на худого человека, ну вот эти пранорексичные императивы. Были реакции вины, гнева, стыда, недовольства собой, но также еще был повышен интерес к теме похудения. Ну то есть в социальные сети, вот когда у них есть такой идеальный образ худой девушки, мы так или иначе возводим его в какой-то идеал. Встречаясь с самим собой, каждый день смотрясь на себя в зеркало, ты понимаешь, что ты не тот самый идеал. В тех же самых инстаграмах, в ВК все фотографии практически ретушируются. Я уж не говорю о модной индустрии, там каждая обложка — это все ретушь, это все вылизанная картинка. В каком-то смысле происходит некоторая интерьеризация образа вот этих инфлюенсеров, худых людей, и именно это влияет на вот это усиление разделения нашего я идеального и реального, что, естественно, влияет на нашу самооценку и на наше восприятие себя. В каком-то смысле появляется синдром отложенной жизни, синдром наблюдателя. То есть это не я, это какое-то тело, оно не мое, я не несу за него ответственности. То есть может быть такая реакция, может быть, наоборот, реакция обратная, когда до изнемождения занимаются спортом, морят себя голодом, худеют, а все равно к идеальному я не приближаются, потому что оно постоянно меняется. Но есть определенные позитивные тенденции. Вот проводилось исследование, есть такая техника, называется зеркальная экспозиция. Людей подвергали определенной процедуре, когда они стоят перед зеркалом и должны описывать свое тело. Это продолжалось определенное количество времени, и благодаря этой технике ты начинаешь больше соприкасаться со своим реальным образом я. Это очень хорошая методика для поднятия самооценки на самом деле. И я ее сама использовала. Мод на героиновый шик распространяется именно через соцсети. Это транслирование показов, это модные обложки журналов, это клипы. Именно они могут повлиять на наше я, на нашу личность, на наше восприятие самих себя еще больше. Поэтому нужно очень внимательно относиться к потреблению подобного контента. Не забывайте о себе, вы единственное, что у вас есть, и ориентируйтесь на самих себя. Да, будьте внимательны к своему здоровью ментальному и физическому, заботьтесь о себе. Вот такой у нас получился информативный выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам это очень важно. Обратная связь от вас. Да, с вами были психологини в моде. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Пока!